Общение и коммуникация в КС очень важны, но это такая проблема на самом деле, что иногда становится плохо. Сегодня мы поговорим на эту тему максимально подробно и выясним, как сделать коммуникацию хорошей. Здарова, пчелы! С вами, как всегда, Джинкс и вы на канале Rushbee. Пока я для тебя готовлю крутой конкурс на фраги с тагом HoneyPeak, мы сделаем мувик, будем дарить призы. Ты в это время подпишись на Twitch, не пропускай регулярные стримы, я там и потею на мейне, и играю с подписчиками, ну а демки мы пока смотрим на ютубе. Подпишись! Сегодня у нас очень важная тема, и в момент моих последних игр со спонсорами она еще сильнее обострилась. Коммуникация и общение в КС. Поверь, мало того, что это минимум половина командной игры, так это в целом огромная часть игры, и вдвоем, и миксом, и как угодно, короче, что я тут объясняю. И в основном почему-то это получается настолько неправильно, тихо, громко, коряво, что просто диву даешься. Ну а по поводу слушать и тем более слышать, это вообще отдельный разговор, и именно поэтому сегодня я расскажу вам все то, что хотел бы говорить каждому, с кем я играю. Да и в целом, с кем я не играю, просто хотел бы, чтобы это знал каждый. Начинаем с общего и двигаемся к конкретике, как всегда. Ничего не пропускай, это действительно важно. Самое первое и вроде как понятное, в КС обязательно нужно общаться, говорить инфу и слушать ее. Поэтому без микрофона не заходи на фейсит, и даже если ты сильно сгорел, то изначально не кидай в муд всех сразу, давай людям шанс. Почему я говорю, казалось бы, эту простую очевидную вещь? Потому что даже это не для всех очевидно. Первый пример, который мне приходит в голову, есть спонсор Демон у меня. Крутой парень, заходит на стримы, поддерживает, довольно неплохо для своего уровня играет, но при этом он стесняется много говорить в микрофон, потому что у него высокий голос. Хотя, например, в той игре довольно часто была нужна его инфа, он ее либо в чат писал, либо просто молчал. И на самом деле любой адекватный человек понимает, что в его возрасте у всех был такой голос, и всем на это плевать на самом деле. Поэтому Демон, респект, обнял, приподнял, не стесняйся, ничего, не ссы. Твой голос это твой голос, ты просто маленький, и у всех маленьких был такой голос, ребята. Если вдруг у вас тоже есть какие-то комплексы, пошли все в жопу. Еще один пример, я играл на Мэйне, многие видели эту игру на стриме, и в ней рандомный чел с начала игры, без какой-либо причины всех замутил, и сам не сказал ни слова. При этом он всегда бежал в другую часть карты, и в нашем лузе это точно сыграло огромную роль. При этом еще и подпалило жопу. Короче, в начале выпуска я в любом случае должен был сказать, что в кс-е говорить, слушать и слышать нужно обязательно. Сразу скажу про муты. Здесь как раз-таки двоякая ситуация. Во-первых, сразу всех мутить нельзя, но при этом надо уметь и вовремя замутить какого-то индивида, вместо того, чтобы вступать с ним в перепалку. Я говорил уже не раз, и повторю еще 20. Если человек действительно токсичный, неприятный, от него не следует особо важная инфа, и он попросту всех вгоняет в тильт, не стесняемся просто его замутить. При этом ему об этом говорить не обязательно. Вы ничего не потеряете и даже приобретете, как минимум, душевное спокойствие и фокус на игре. При этом всем сами не становитесь тем человеком, которого кто-то мутит, об этом мы поговорим дальше. А чтобы не быть тем самым человеком, надо хотя бы стараться быть более-менее вежливым, и ни с кем не ссориться хотя бы по пустякам. Естественно, просто так это освоить сложно, особенно если у тебя есть черты ЧСВ или какой-то токсичности. Но начни хотя бы с того, что если тебе есть что сказать человеку, то всегда это подавай не как критику или горение, а как совет или просьбу. Например, я так часто делаю на стримах со спонсорами. Вместо того, чтобы сказать, блядь, да что ты делаешь, куда ты идешь, почему такой херовый, постарайся спокойно объяснить свою точку зрения и скажи, что в следующий раз стоит сделать по-другому. Значит, смотрите, первое, вопрос к зеленому, который скиллет. Что ты делал в туалетах, скажи, пожалуйста. Вот так я чекал же эти шарики и коннектор, лево-право бегал. Лево-право бегать не надо, я играю в правых туалетах. Я все искал, смотри, шары. Как он может зайти в туалет и убить меня раньше, чем ты по нему стрелять начнешь? Непонятно, вот подумай об этом. Ты же со мной играешь в кросс-туалет. Вот, надо, чтобы не пропускали. Все, все, я же не спрашиваю извинений или что, я просто на будущее, что? Не, не, не надо это. То же самое касается всех чужих ошибок и тем более рандомов. Не стоит акцентировать на этом внимание, потому что, скорее всего, человек понимает сам, что сделал полную чушь. Даже если он будет это отрицать, в голове он это понимает. Если это растягивать на несколько раундов, то шанс забрать игру уплывает из-под носа. Думаю, что когда ты сам ошибаешься и все это видят, последнее, что ты хочешь услышать, это какой-нибудь крутой комментарий по этому поводу. Даже левый вздох или цоканье в микрофон может подшатнуть этого человека. Кстати, по поводу микрофона. Если ты злишься, рейджишь или что угодно, делай как рачел. Просто не говори это всем остальным, потому что своим нытьем и криками делиться не обязательно. Ты можешь хоть заорать на всю хату, хоть обматерить кого угодно или ударить по столу. Этого не должны слышать остальные. Чужие рейджи, лишние комментарии и все остальное вызывает дискомфорт у всей команды. Примерно такой же дискомфорт, который ты ощущаешь, когда у тебя есть скинов в инвентаре, только какая-то ссаная африканская сетка. А если ты все-таки хочешь поменять весь ширп на что-то годное или реальные деньги, то заходи на скинтрейд. Например, я уже пару раз туда сливал весь хлам и вывел на яндекс деньги и тебе советую, зачем это все лежит. Все приходит реально быстро, вариантов вывода хватает, да и техподдержка, если что, поможет. Цены формируются по рынку, используя Steam Analyst, так что за это можешь не переживать. Еще все любят халяву и призы, и тут она тоже есть. Чем больше кейсов или скинов ты меняешь, покупаешь и продаешь, или приводишь рефералов, тем больше становится твой левел, а за каждый левел ты получаешь крутой приз. Тут есть и донат скинами, и реферальная программа, но самое главное, что обмены и продажи происходят практически моментально. В прошлый раз мне на Яндекс залетело все реально за минуту. Короче, братан, не копи у себя ширп в инвентаре, меняй его на что-то годное или на реальные деньги. И ссылка на скинтрейд, как всегда, в описании. Короче, первый блок закончили. Если горим, то желательно без микрофона или по делу, и при этом не растягиваем это надолго. При всем этом, даже горение стараемся делать максимально спокойным, насколько это возможно. Всегда общаемся с тиммейтами и даем советы, а не бросаем какие-то левые или агрессивные претензии. Ну и конечно же, если что, мутим токсиков и забываем про них навсегда. Если есть англоязычные тиммейты, то хотя бы насколько тебе позволяют твои знания, общайся на их языке, хотя бы как-то. Особенно если вы играете в свое пати, в этом случае все равно нужно давать инфу любым рандомным тиммейтам, а не говорить только локально у себя в DC или TS. Это касается и русскоязычных тиммейтов. Потому что очевидно, есть риск плохой игры и горения от них в том числе. Кстати, ставь лайк, если ты хочешь, чтобы я сделал ролик про то, как общаться с англоязычными тиммейтами. Ну вы поняли, основные слова, обороты, позиции и немножечко произношения. That's it, bro. Теперь постепенно переходим к главному. Повторение, лишняя инфа и громкость. В неопытных стаках, в рандом играх и даже на серьезном уровне есть проблемы. И первое из них это повторение, особенно бесполезной инфы. Он в дефолте, он в дефолте, он в дефолте, в дефолте сидит. Или у тиммейтов идет важный выход и мертвый тиммейт сбивает какой-то тупой инфой весь этот мув. Типа, айвик стейрс, айвик стейрс, заберите айвик на стейрсе. Да все уже поняли, что стейрс, говорите инфу четко, но один раз, четко, внятно, один раз, спокойно, четко и внятно. Ну повторить можно второй раз, чтобы сделать на себе какой-то акцент. Но не по 70 раз повторять с криками, какими-то слюнями. Это всех и бесит, и раздражает, и сбивает, и отнимает еще звук из игры. То же самое касается ненужной инфы и флуда. Какие-то левые рассуждения и комментарии в серьезной игре мы оставляем за бортом. Лишнюю инфу, дополнения, которые никак не помогают, так же выбрасываем. Все четко и по делу. Говорим только то, что видим, в чем уверены, или озвучиваем то, что собираемся делать или делаем. Громкость. У меня на стримах молодые часто плывут, либо из-за того, что очень много инфы и она громкая, либо из-за того, что просто много колов или действий. Во-первых, надо научиться не орать как больной, даже если момент напряженный, а просто говорить внятно и четко. Ну конечно же можно повысить тон голоса, но визжать и плеваться в микрофон не надо. При этом среди всех громких криков и обсуждений надо научиться выдергивать для себя самую важную инфу или кол. Сколько раз было такое даже на стримах, что я говорю какой-то простой, но важный кол, половина его либо не слышит, либо игнорирует, либо до них поздно доходит, об этом мы поговорим тоже немножко позже. Еще один важный пункт это советы и догадки. Ребят, постарайтесь научиться закрывать рот, когда вы умерли. Каждый из нас считает, что он крутой игрок, но нужно научиться давать человеку сыграть самому, а особенно в клатче. Поверьте, ваши советы будут только сбивать и напрягать, и ничего полезного из этого скорее всего не получится. Если есть какая-то важная инфа, например, где лежат диффуза или под что стоит бомба, то ее несомненно нужно сказать. При этом самая большая проблема в другом. Ваш тиммейт остался в клатче, все за ним смотрят, и вы слышите что-то с его экрана, то есть или видите, и начинают все, да он там, там, он там был, он ты видел, но он видел скорее всего. Если он не увидел, это либо его ошибка, либо в какой-то момент станет понятно, что он не увидел, тогда можно аккуратно сказать. Но в целом все вот эти комментарии, это просто жесть, даже мне, вон у меня со мной играл спонсор третьего или четвертого левела какой-то, и он мне каждое мое действие говорил, я, ну, в начале раунда говорю, братан, ты, ты, ну, я умею играть, расслабься, не надо мне эти комментарии отпускать свои. Поэтому, ребята, это происходит у человека, он также, скорее всего, слышит и видит, как и вы. И понятно, что вы, смотря за ним, видите больше якобы, но ему нужен фокус, не надо ему эти комментарии давать, пусть человек играет сам, пожалуйста. Опять же, если вы уверены, что вы сильнее этого человека объективно, то аккуратно что-то посоветовать быстренько можно, вкинуть, да. Например, у меня на стримах часто спонсоры в клатче или в разыгровке не слезят за временем. Я могу сказать, 30 секунд, все, аккуратно, быстро они все это приняли. Но когда поток инфы или что-то громкое, резкое, ну, это сбивает всех всегда. То же самое касается догадок, это вообще другой разговор. Ребят, не надо говорить инфу, в которой вы не уверены или вам что-то там показалось, пожалуйста. Опять же, на последнем стриме спанчбоб, многие из вас его знают, я остаюсь с челом в клатче, он с его экрана пролистывая что-то там услышал и говорит, это 2б, Леха, а 2б выходит, я падаю в кт на дасте втором и чел с меда, просто соперник в ту же секунду выходит меня убивает. Ну и спанч все, что сказал, это извините. И, ребят, не говорите то, в чем не уверены или вам показалось, лучше не промахнуться, чем промахнуться, это, короче, логично. Говорим только то, в чем уверены, а свои домыслы оставляем или сами хотя бы только действуем от них. Мужчины, перед тем, как мы перейдем к тому, как давать инфу, я у вас часто спрашиваю темы для выпусков. В последнее время я думаю над контентом, связанным с людьми, которые делают скины, как-то на стриме я, кстати, об этом уже говорил. Я давно слежу за одним своим земляком Владом, еще с момента, когда он выпустил скин дискотек на MP9, который расфорсился в ТикТоке, вы, наверное, его видели. Отпишите, плиз, в комментах, если вам было бы интересно глянуть с ним интервью и узнать побольше об этой индустрии. И еще, зацените, какой авик у него вышел в мастерской. Не, ну реально, посмотрите, детали на скоупе, я хз, мне очень нравится, я бы себе точно такой хотел. Он, кстати, его сделал вместе с другим белорусом, и чтобы этот скин вышел в кэске, мы можем вместе поддержать их всего двумя кликами в мастерской. Нажать да и добавить скин в избранное. Ссылку на этот авик я оставлю под роликом, и совсем скоро мы сделаем интересный коллаб вместе с Владом, где вы узнаете много интересного, ну как минимум о том, как делаются скины. Короче, кому не сложно, поддержите пацанов и поехали дальше. Теперь поговорим конкретно об инфе, какая нужна, а какая не нужна. Про капитана мы поговорим позже, а если ты простой игрок, то ты должен давать инфу о противниках, их позициях и нанесенному урону по ним. Инфу о позиции, которую занял сам или займешь сам. Инфу об оружии соперников, и самое главное, инфу о своих действиях, которые ты делаешь или собираешься сделать. Могу накинуть флешку, или кидаю флешку, или иду туда, иду сюда. При этом повторюсь еще раз, все должно быть быстро, четко и только по делу, без лишних слов. Даже если ты не капитан, то какие-то вещи можно напомнить или попросить. Опять же, попросить накинуть гранату, напомнить тиммейту купить диффуза или что-то в этом духе. На самом деле, почти ничего не будет лишним, если в этом есть смысл, и ты говоришь это быстро и четко. Как я и говорил, не повторяем тысячу раз одно и то же, просим флешку, смог или молик, дроп в начале раунда, стяжку или оттяжку, даем инфу о своем перемещении, какие гранаты мы отдаем и на какие позиции. Но еще обязательно нужно предупреждать, когда ты какую-то позицию важную отпустил, или ты перемещаешься, брать другую позицию. Эта инфа тоже важна, ее нужно говорить. Еще будет очень здорово, если инфу или предложение, о которой ты говоришь, ты будешь кратко аргументировать, особенно если это что-то спорное или нестандартное. Ну, например, не ставь под кон, последний обычно играет на Б, он сейчас выйдет в жопу, давай поставим под что-то другое. Или там, давай ты выйдешь первый, я разменяю, у тебя мало ХП. Или дропни авик, у меня мало ХП. Ну, в общем, небольшие аргументы в ваших предложениях. Окей, обобщаем. Чего избегать в инфе? Первое, это всякие вздохи, ахи и охи. Как он меня убил, как он в меня попал, ой, у меня лагает, у меня просаживается, все плохо. Это можно сказать, не включая микрофон, остальным это нысье слышать не обязательно. Также избегаем молчания или горения на тиммейтах. Здесь должен быть баланс. Не даем неточную инфу, потому что показалось не уверен, лучше промолчи. Стараемся не говорить не по делу после смерти, если очень хочется высказаться, лучше написать в чат. Ну и также фристайм после прошедшего раунда лучше не занимать своими возмущениями, потому что времени и так мало. Нужно успеть либо обсудить что важное, либо обсудить колл на раунд, либо обсудить экономику. Поэтому тут тоже стараемся не засорять чат. Ну и конечно же стараемся никогда не перебивать других, даже если очень хочется. Но вообще иногда нужно. Вообще иногда нужно. Еще, если вы играете с таком, у вас возник какой-то спор или проблема, ну не стесняйтесь брать паузу. Опять же, пауза в игре придумана не просто так. Если паузы нет, то обсуждаем это все только в начале раунда, не растягиваем дальше. И опять же, если была какая-то дикая лажа или что-то еще, ребят, в ближайшее время забудьте про это, выкиньте. Потому что в игре это уже не поможет, а игру выиграть надо. Поэтому опять же, все, что было в прошлом раунде, там мы и оставляем. Бля, ребят, только сейчас заметил, что камеру неправильно настроил, не выключил одну настройку, поэтому качество будет немножко хуже. Ну да ладно, думаю вы переживете как-нибудь, раз вы досюда досмотрели, вы уже пережили. Теперь по поводу ИГЛа или Капитана и игры вместе с ним. Если ты условный ИГЛ, то очевидно ты должен подсказывать и предлагать колы по ходу раунда. В большинстве говорит один ИГЛ, а остальные накидывают когда надо, по ситуации. У меня на канале есть ролик про то, как капитанить, поэтому если ты хочешь стать ИГЛом, то обязательно его посмотри. Здесь у меня больше вопрос к тем, кто с этим Капитаном играет. Во всем флуде, если он есть, вычленяй то, что сказал ИГЛ. Если кто-то не выполняет его просьбу или кол, то раунд просто сыпется. Пожалуйста, не пропускай мимо ушей то, что сказал Капитан. В моих играх со спонсорами это огромная проблема. Кто-то не реагирует, кто-то не слышит и так далее. Если ты уверен в своем Капитане, то лучше пусть он ошибется со своим колом, чем ты просто его не сделаешь и по сути подставишь всех остальных. Что у нас имеется в итоге? Коммуникация в КС со всех сторон должна быть четкой, быстрой и в меру спокойной. Стараемся не перебивать других, даем только четкую и важную инфу и говорим только то, в чем уверен. Обязательно слушаем и слышим, как капитана, так и тиммейт. Не горим, если вдруг горим, то не в микрофон или берем паузу. Делаем это тоже в меру спокойно, насколько вы это сделать можете. Ничего лишнего не комментируем, не засоряем эфир, не бубним под руку и не даем лишних и ненужных советов. И если все это соблюдать, то все у нас будет хорошо и Элла к тебе потянется, братишка. Повторяю еще раз, подписывайся на Twitch, на все соцсети, ничего не пропускай, скоро выйдут рукава, будет конкурс на фраге. Ребят, много движа, подпишись на канал, поставь лайк, не поскупись на комментарии. И конечно же, спасибо тебе огромное за просмотр и еще большее спасибо немножечко моим спонсорам. Субтитры сделал DimaTorzok